В 11 лет Лена Гришина мечтала о счастливой семье. Там у неё и младшей сестры Наташи были бы любящие родители. Но сёстры попали во Владимирский социально-реабилитационный центр для детей, и Лене пришлось повзрослеть. Теперь девочка ставит серьёзные цели – стать известным модельером. Очень интересно, то есть шить, рисовать. Я очень люблю шить, и мне нравится, в принципе, такое призвание. А развивать мастерство Лене поможет новая кукла. Снимать мерки с неё удобнее, чем с непоседливой младшей сестры. Игрушку, в числе прочих, в центр доставил благотворительный фонд «Столица милосердия». Мы проводим акции несколько раз в год. Работаем в девяти регионах. Официально, ну, знаете, где-то около шести лет. На самом деле, гораздо дольше. Потому что вы же понимаете, что всё очень постепенно налаживалось. А вот масштаб с каждым годом всё больше и больше. Конечно, благодаря нашим партнёрам. Помимо кукол, электромобилей, плюшевых лошадей и роботов, фонд передал детское питание, развивающие пособия и даже мебель, кроватки и столы. Всё это доставят в 10 учреждений Владимирской области, в социальные центры, больницы и дома ребёнка. В них находится более 500 детей. И мы понимаем, как крайне важна и нужна им эта поддержка. Потому что если каждый ребёнок будет понимать, что ему с детства государство, благотворители, частные компании, общественные фонды, в целом общество протягивают руку помощи, то этот ребёнок всегда также вырастет с добротой, с любовью к своей родине, к окружающим его людям. Всего во Владимирской области сегодня работают 74 учреждения социальной реабилитационной направленности. Они оказывают помощь молодым матерям, семьям в сложной жизненной ситуации, детям и пожилым людям. Часто благотворители и разные направленности участвуют. К Новому году очень много участвовало. В целом мы там порядка 47, наверное, тысяч подарков раздали деткам. Ну, в общем, это важно сегодня. Действительно, внимание, особенно тем, кто, к сожалению, одинок. При этом каждый центр в полном объёме финансируется из областного бюджета. Благотворительная и гуманитарная помощь – своего рода приятный бонус. Общий вес, переданных сегодня фондом вещей, более 20 тонн. Борис Пучков, Евгения Волкова и Андрей Беляков. Губерния, 33.